Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада сегодня быть у вас. Спасибо за хорошую погоду на белых ночах. У меня такая довольно сложная проблема, о которой хотелось рассказать, пообсуждать с вами, если будет время. Мы будем говорить с вами о ранних формах рака шейки матки, в частности, касающихся первой... Раскрыли мне? Первой B1 до второй B стадии, где возможно хирургическое лечение после предоперационной химиотерапии. На самом деле это где-то в среднем около третья наших с вами больных, которых мы видим с вами в нашей рутинной практике. Что на сегодняшний день у нас с вами есть по подходам к лечению? Ну, если смотреть на НССН, посмотрите, стадия первая B2, вторая A – это в основном химиолучевая терапия с категорией доказательности 1. Второй метод выбора – это хирургическое лечение с возможным последующим адъювантным лечением, но это категория доказательности 2B. И один из вариантов – это лучевая терапия с химиолучевая, с возможной адъювантной гистеректомией. Это категория доказательности 3. Для стадии больше, чем, то есть для второй и выше – это химиолучевая терапия. И во всех этих рекомендациях мы слова «неодювантная» или «предоперационная химиотерапия» не видим. НССН нам говорит о том, что это только в рамках клинических исследований на сегодняшний день. Если мы посмотрим на рекомендации другие, рекомендации ЭСМА, то неодювантная химиотерапия встречается только в рамках лечения перед химиолучевой терапией, возможной для поздних стадий с 2B до 4 стадии. Здесь вопрос, нужна ли нам на самом деле при 3 стадии. Это тоже активный вопрос. Рекомендация «Русска» 2015 года. Упоминается предоперационная химиотерапия вместе с операцией, с возможной одювантной терапией. Но это третий подпункт в рекомендациях. И здесь не как предоперационная, а неодювантная перед химиолучевой терапией. Но тоже здесь у меня есть вопросы, возможно, что улучшает. Но сегодня на самом деле это не тема нашей дискуссии. Что мы с вами сегодня знаем точно, что химиолучевая терапия для наших больных лучше, чем просто лучевая терапия, что является стандартным. Это было показано в пяти крупных рандомизированных исследованиях, где мы снижаем риск смерти больных практически в два раза. И это наш с вами стандарт. Для чего нам добавлять одювантную химиотерапию? Первое, что мы все хотим сделать. Мы хотим уменьшить опухоль, чтобы она стала операбельной. Соответственно, если мы вводим системно, то мы уменьшаем вероятность отдаленного метастазирования. Затем мы можем увеличить процент больных, которых возможно соперировать. Это особенно важно, например, в нашей стране в тех центрах, где есть трудности проведения адекватной лучевой терапии для пациентов. И есть работы по качеству жизни. Это очень важно для наших больных, особенно для молодых пациенток. Потому что, конечно, после химио-лучевой терапии бывают осложнения, сохраняющиеся длительно, снижающие качество жизни наших пациентов. И предоперационная химиотерапия, например, с операцией может улучшить качество. Что мы точно знаем на сегодняшний день? Ну, мы знаем, что предоперационная терапия плюс операция лучше, чем просто лучевая терапия для больных. Лучше ли это, чем химио-лучевая терапия, на сегодняшний день неизвестно. Сразу говорю. Если мы сравниваем по некоторым мета-анализам на дювантную с операцией, это лучше, чем просто операция. Есть такие мета-анализы. Есть работы, которые говорят, что очень важно оценивать дозу и интенсивность препаратов платины и длительность ее. И также есть работы, которые говорят, что при третьей стадии предоперационной терапии не имеют преимущества в сравнении с лучевой терапией. Что хочу вам показать. На примере рандомизированного исследования 2013 года. Это японцы, они ребята агрессивные в операциях. Они провели рандомизированное исследование для первой В2-второй В стадии, где больные получали предоперационную химиотерапию в довольно жестком режиме бомб, затем операцию. Либо просто операцию, затем лучевую терапию в случае неблагоприятного прогноза у пациенток. Что оказалось. Оказалось, что, как и во многих исследованиях, предоперационная терапия плюс операция не улучшала отдаленные результаты у этих пациенток. Мы видим, что время до прогрессирования и продолжительность жизни практически одинаковые в обеих группах. Однако, когда мы смотрим под анализ, мы видим, что пациенты в группе неодевантной терапии имели уже постоперационное стадирование намного ниже стадии. Мы видим, что пациенты с 2-й В встречались в 55%, тогда как в группе операции в 92%. Мы видим, что число позитивных пораженных тазовых лимфатических узлов ниже при использовании неодевантной терапии. И все это сказалось на таком факторе, как проведение лучевой терапии после операции. Посмотрите, 80% больных в группе, которые были оперированы, получали лучевую терапию адиевантно, а в группе больных, которые получали неодевантную терапию – 58%. На самом деле, многие исследования, которые на сегодняшний день проводятся, как раз первичным эндпоинтом является процент больных, которые получают лучевую терапию. Это было показано в нескольких работах, но мы поговорим об этом сегодня. Дальше. Помимо этого, для чего мы можем использовать предоперационную терапию? Она нам может показывать патоморфологический ответ. Мы видим, что есть работы, их немного, которые говорят о том, так же, как на самом деле при раке молочной железы, мы с вами знаем, есть работы, что пациенты, которые получают предоперационную терапию, имеют полный патоморфологический ответ. Конечно, этих больных очень мало, при раке шейки матки около 15%, но эти больные имеют благоприятный прогноз. То есть больные, получающие предоперационную терапию, их можно будет дифференцировать, будут иметь такой некий прогностический фактор. Теперь я хочу несколько отвлечься, на самом деле, от той проблемы, которая, например, волнует меня очень сильно. Многие из вас, наверное, встречались с эротиной практикой, если есть химиотерапевты, лучевые терапевты, когда к нам приходят, прибегают хирурги и говорят, «А давайте мы проведем больной 2-3 курсика химио-лучевой терапии, а потом мы эту больную соперируем». Я провела целый день в поисках таких исследований. Оказалось, что в международной литературе нет ни одной публикации о таком подходе лечения. В российской литературе, сразу говорю, есть. Но я посмотрела, есть ли там статистические гипотезы. В ни одном исследовании не была планируема статистическая гипотеза. Почему же такой подход не принят на сегодняшний день? Работ много, но я вам покажу последнюю работу, которая сейчас находится в печати, в журнале International Journal of Radiology and Oncology, который говорит, что если, такой принцип, если начал больной проводить лучевую терапию, проводи ее до конца. Почему? Довольно известный центр в Нью-Йорке проанализировал своих больных за последние 5 лет, которым проводилась лучевая терапия. 7 разных нозологий, рак шейки-майдки тоже, но их не так много, но здесь не в этом дело. Больные получали, была прервана лучевая терапия у 20% больных. Но все они закончили и получили запланированный объем лучевой терапии. Что мы с вами видим? Перерыв лечения был связан в основном с токсичностью у пациентов, а также с техническими трудностями, ну, как часто бывает и у нас, поломки в технике, аппаратуре, очереди на получение лучевой терапии и так далее. Посмотрите, пациенты, у которых был перерыв как минимум на 5 дней терапии лучевой, риск возникновения рецидива возрастал в два раза, то есть 7% versus 16%, и это все отразилось на отдаленных результатах. Нижняя кривая – это больные, которой была прервана лучевая терапия. Приблизительно на 30% снижается время до прогрессирования, и эти же различия сохраняются, когда мы оцениваем продолжительность жизни этих больных. То есть это говорит о том, что лучевую терапию, если вы начали, не надо прервать. Если вы начали химию-лучевую терапию, то ее надо делать до конца, никаких 2-3 курса и тому подобное. Операция возможна только в том случае, как мы с вами смотрели рекомендации на CCN, как адювантная гистероктомия, но с категорией доказательности 3. Почему? Потому что, да, вроде как есть работы, которые показывают, что удаление матки может нам позволить достичь локальный контроль у этих больных. Однако, эта операция никак не влияет на продолжительность жизни пациентов, и мы должны с вами обязательно об этом помнить. Помимо того, как уже сегодня говорил Константин Юрьевич, увеличивается число осложнений, да, каждая четвертая больная имеет осложнение. И дальше стоит вопрос, на самом деле. Если у нас остаточный опухоль после химию-лучевой терапии, ну, наверное, больную надо оперировать, там может быть живая опухоль, да, это действительно так. А если у больной полный клинический ответ на химию-лучевую терапию, надо ее оперировать или нет? Об этом никто не знает. Поэтому, коллеги, если мы говорим о предоперационном лечении, то это возможно только химиотерапия, только для больных до 2-й Б стадии. Если говорить о режимах, ну, режимы сейчас подбираются, они различные, поисковые работы на самом деле. Мы видим с вами, что обязательно режимы содержат платину. Мы видим, что на самом деле только одна работа, которая нашла показывать снижение времени до прогрессирования у больных, которые получали агрессивные режимы. Но на самом деле, хочу обратить ваше внимание на последний столбец. Это процент больных, которые получают адювантную лучевую терапию. Где-то 50%, чуть меньше, 40% больных не получают адювантную лучевую терапию после предоперационной операции. Ну, вот это фантастические исследования Будда, где всего 12 или 22%. Но эти данные, конечно, надо проверять. Поэтому на сегодняшний день, если мы планируем предоперационное лечение, это химиотерапия, обязательно, конечно, используя контроль по данным МРТ. Это хирургическое лечение. Хирурги вам сегодня рассказывали о том, что это расширенная, сложная операция в объеме ПИВЕР-3 с оценкой гистологического заключения. Ну, так кратко, у меня может быть неправильная картинка, так как я химиотерапевт, что это довольно сложный объем. Вы должны понимать, что если вы делаете предоперационную терапию, вы уходите на большой объем операции. И дальше, по гистологическому заключению, вы оцениваете группы риска. Если у вас пациентка попадает в группу высокого риска, поражение лефатических узлов, интелитрация параметрии, опухоль в краях резекции, то пациентке показана адювантная лучевая терапия. Если пациентка попадает в группу низкого риска, то она наблюдается. Если она попадает в группу промежуточного риска, но вы выполнили хорошую операцию адекватного объема, то вы пациентку можете оставлять под наблюдением. На сегодняшний день, для того, чтобы понять действительно этот подход разумен относительно стандартной химио-лучевой терапии, нам рассказывает исследование РТС, которое уже закрыло свой набор, и мы будем ждать результатов. И в заключение хочется сказать, что на сегодняшний день все предоперационные химиотерапии – это метод, который является исследовательским, то есть это метод для продолжения исследований. То есть если вы это проводите, вы должны это делать в рамках своего какого-то внутреннего научного протокола. Это позволяет практически 90% больных для 1-й B2, 2-й B стадии прооперировать этих больных. Мы можем снизить число пациенток, нуждающихся в лучевой терапии. Где-то третий или, может быть, половина пациенток может не получать адъювантную лучевую терапию. Для того, чтобы улучшить качество жизни пациенток. Но я не человек, который не любит лучевую терапию. Наоборот, это позволяет нам оставить такую опцию, как химио-лучевая терапия в полном объеме в случае возникновения рецидива у наших больных. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.